Всем привет! Как и обещал, сейчас я вам покажу партию в Gremlins Incorporated. Мы собрались в шестером. Партии вообще несколько было, я их много записал, но планирую пока две показать. Вот сегодня одну и, наверное, завтра одну. Хотя всё, конечно, будет зависеть от ваших отзывов. Ну, а если вы не видели обзор, то сходите по ссылке в верхнем правом углу, посмотрите обзор на игру и в дальнейшем вам приятного просмотра. Всё, всем удачной игры! Удачи! Всем гадости делать! Без них тут никуда. Блин, я реально уже третий раз за этого персонажа играю. Опять третий раз стартую в преисподней. Сколько раз я гадал, авторитет в тюрьме так и не окупился почти никогда. Ну, если ходов 50 будет, он окупится. Да, а на тридцати ходах? Да, и на шестерёнках как-то никак. Пользы мне особо не нет. Обычно выигрывает тот, кто карту хаоса, то загадает удачно. Ну, или задания там, вострали его выполни. Та, блин, никогда не угадываю. Так. Прихода кольцо, обаяние. Кукла вода, в принципе, не нужна, потому что, ну, на данный момент, потому что нету, у кого-то и поделка, собственно, не нужна. Потому что я не скоро дойду. Поделку лучше использовать. Тоже фигня, вот только эти фигни, я вообще, вот, сначала это, спорить по шину, сейчас еще немало кто злый. Видите, выплачиваешь 20 золота, умноженное на зловредность. У всех зловредностей. У всех обновлений не было в ближайшем месяце-почерах. А ты что, куча обновлений. А то я где-то месяца не заходил. Буквально, по-моему, пузо вчера обновилось. Что поменяли? В двух словах. А я пузо вчера только играть начал. А добавили там, в основном, для сетевой, для рейтингов и так далее. То есть, лобби улучшили, да? Ну да. Да нет, там обещали добавить же новых, типа, специальностей у персонажей, то есть, особые свойства, спецспособности и так далее. Сейчас латишка выберем, нормально. Так, мне, в первую очередь, надо вот в сокровищницу попасть. И воспользоваться кольцом обаяния, чтобы можно было выборы выбрать. Ну или вдруг, если кто-то уже воспользуется, сделает три шестеренки, можно будет у него шестеренки отобрать. А это сейчас была какая-то неприятность или это мне что-то сделали? Ну это, по-моему, я тебе показал. Или раз. И ты можешь привлечь из карты. Свою на мою. То есть, приятный же меня. Так, откуп. Ну, может зайти к суде и откуп воспользоваться. Какая такая штука. Причем вот пришла она только сейчас. Ну, как так? Да, наверное, давайте подачку литрит. Я так что выбрал вот сюда. Какую карту сбросить? Ну, я к тому, что теперь-то... Теперь кукла Вуду или рейдерская атака? Подкуп. Я не хочу, что это норм. Стоит, правда, 50 золотых. Так, пока еще никто ничего. Ну вот, Зарем бы у нас денежки собирает. Наушничество. И на кого, интересно, он сыграет? А почему его? Чтобы он не мешал? Меня-то за что? Вот примерно. А, подожди. Вот как угадал. Слушай, я только вот хотел. Я чую. Спорт. Ты хотел на его клетку встать, да? Да, да, да. Он, видимо, поэтому тебя и перекинул. А как он догадался-то? Ну, потому что он рядом с тобой, но смотрел, что ты рядом. Так, подожди. А, нет, нет, нет. Я думал, это Алексей меня за это. На самом деле туда ходил, когда Алексей сейчас стоял. Вот, блин. То есть, видите, вот этот игрок Синистерова, да, я помню, тут или тут стоял. И Есенин подумал, что он может раз-два-три встать с ним на одну клетку, а так как у него больше золота, то там идет спор, кто больше золота поставит, того перекидывает в тюрьму. Поэтому он сразу лучше в тюрьму решил затюнячить. О, телепорт в суд. У меня, ладно, пути красная была. Надо заюзать было. Милый. Вот этого не было, то, что танк в тюрьме повышается, вот этой анимации не полкает. Так, значит, решил я три, да, походить. Кстати, его есть смысл еще повышать, там несколько ревентов, насчет того, что чем выше у тебя там авторитет, если остальные игроки, то что там... Да, ты можешь их деньги ввести. Да, да. Да, кстати, когда много игроков-то в тюрьме, когда в игре много игроков, это реально? Потому что, ну, как минимум двое очень часто могут быть в тюрьме. Вот где-то там писали, что-то типа, лидер всегда сидит в тюрьме все время. Ну, обычно в конце, когда уже ни у кого нет денег, есть деньги только у главного по тюрьме, авторитета, он трясет. Билл, 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 билл. Так, значит, я сначала хочу два хода в трейдерскую атаку, использую подкуп, потом пойду в сокровищницу. Использую кольцо обаяния, наверное. Ну, как это уже в данном случае... Можем потом на шестеренке попробовать, в принципе. Там просто минус непонятно, сколько это будет длиться. В шестеренке, я думаю, это больше, чем часа, больше, чем два. Может мне нафиг идти? Говорит, слабаяния, он взять подкуп, у меня будет плюс семь, да? Просто обычно лидеру всегда пакостят, ему сложно обратиться. То есть у вас сейчас куклы Вуду, ну, для хода, если на две клетки, да? И пойти в офис, вот, воспользуется рейдерская атака и 250 золота с кого-то снять. Да, уменьшится на одно поддержку. Ну, мне и так семь будет. Зато на неприятность не попадем. Ну, нет, просто если в сокровищнице что-то более крутое было, я так беру плюс семь. Смысл мне идти? А потом тут можно прийти какая-нибудь карта из завода на большие деньги, ну, которые денег стоят, я смогу сразу с офиса. Будущий губернатор. Я, наверное, так и сделаю. А вот и конкуренты. Я у Алексея Полякова сейчас конфисковал, он тоже какой-то там сделал. Какой-то симулятор тюрьмы у меня. Я сразу вспоминаю этих космических рейдер. Ты главное за мылом не нагибайся там. Так, а кто меня... Это за рэмбом я кинул, да? А почему сейчас все-таки Алексей Поляков лучший по выборам? Потому что у меня... Ну, только одна. Она не на одно, что ли, уменьшает? А там как-то считается по-особому. В общем, кто самый добродетель, перед Голюком? Меж всего, там еще бонус. Минут три дается. А, он еще самый добродетельный, точно. Ух ты. Хуже ничего, да. Я не могу выбрать. Ну, другое было, поменяйтесь двумя картами. Каждый со всеми. Мне это не очень нравится, извини. А так, я у тебя, видишь, две карты сгорело. Норм. У нас пополнение тут. Сейчас такие дефекты у меня будет сидеть. Я сейчас уже выхожу. Мы когда-то позавчера играли с Алексеем Поляковым и за Рэмбо, да? И у нас какой-то и четвертый соперник рандал лишний был. И он вышел потом в течение игры. И у нас как раз тоже до 26 уровня было так рандом. Ой, не этот, не рандом. Бот. Такие гадости сволочь делал. Дважды не дал выиграть просто. Ну. Поэтому лучше с живыми игроками играть. Они хоть в карты не подглядывают так откровенно, как бот. У бота единственный плюс, что они там особо на ходах не задумываются. Ну так и тут я, например, вот пока вы ходите, я соображаю, как мне следующий ход походить. Довольно все быстро. Им нужно такую фишку ввести, чтобы отображалась. Как сейчас наводишь, куда эти дела можно походить. Так и во время чужих ходов. То есть для многих бы это упростило задачу. Ну, если немножко разобраться, то... Не, ну, понятное дело, так еще матчи 10, ты там наизусть уже будешь знать. У меня до этого играли, обсуждали, что, в принципе, тут у всех стратегий примерно одна и та же. И вариативность не такая большая. Большая. Деньпа, что вы с меня деньги-то трясете? Не, я что-то не деньги, я у тебя злобу забрал. Пусть лучше там бедный губернатор будет, но добродетельный, понимаешь? Нифига себе, да, 40 золотых это так случайно переключевало. Зато одна злоба, слышишь? Злоба у тебя пропала. Ты теперь лидером стал, короче, все. Себя плохо вести, что ли, начать в тюрьме, а то я долго уже тут сижу. Ага, тебя сейчас еще накинул там. О, уже тут тусать. А тут много людей, в принципе. Да, ребята, привет. Все. О, кто-то уже мужиком стал. Зря время не теряю. Все, отмотал. Там на выходе из тюрьмы классная эта карточка. Подставы. Да. Неприятности, можешь обратно в тюрьму залететь. У меня как-то раз было два раза подряд, просто я выхожу и в тюрьму, выхожу и в тюрьму опять, да боже ж ты мой. На жандарме вот этом я два раза в тюрьму залетал. Который после тюрьмы же вот есть. Два раза, это просто ужасно. Это так везет. Ну сколько там, одна шестая шанс, и два раза, чтобы он еще прокнул. Так. А еще просто среди комьюнити не появилось таких гигал, которые там выщипывают в точности до процентов. Такова вероятность, что-то там. Так, что Вексель делает? Блин, вы там баблом перекидываетесь друг с дружкой. Тебе только голосами перекидываются. А мне зловый. Так, ну я пока все равно три хода сижу, так все. Так, что там сейчас раз 150 бат. Вот, блин. Попался, штраф выписали на стабильный весел. А если не платишь, то у нас надо. О, это я очень неплохо. Да. Я стремительно вырубаюсь в лидеры, вы видите? Кто меня сдвигает? Я буду не догнать. Я тут сижу дольше всех. Все уже побежали отсюда. Вы себя, я так понял, плохо вели? То, что на помойку у вас скидывают. Ну, попробовал нейтрально как-то, ни за что решил плохо. Вот если хорошо вести, больше всего шансов на начальных этапах денег скопить. Ничего себе. Ради этого проклятый меч потратил. Ты шмок его сейчас на этой... Не, не мог. Мог уже? Тут карта, которая меняет местами, она не позволяет играть. А-а-а, блин. А куда тогда стремишься? Ну, блин, чтобы неприятность не получить. А, просто чисто неприятность обойти? Ясно. Ну, повезло, нету шестеренки. Ну, пока льет, в принципе, Алексей. Да, не знаю, сможете ли вы меня догнать теперь уже. Давайте выносить Лёшу. Ну да, он сделал шестеренка очков. Как обычно. В чем мне нравится эта игра, что тут никого вынести нельзя. Да, и тут нельзя там на сто ходов или вот что-то рассчитать. Тут даже на один ход не знаешь, что будет. Да, он рассчитал, рассчитал, меня переместили, блин. А, слушай, я тут тоже рассчитывал пока. Алексей, ты что там такое важное несешь, что даже страховку заплатил. Чего? Ты меня или Полякова? Полякова. Полякова. Неприятность, сейчас наступлю, кому-нибудь подарю. Я на неприятность иду спецсором, ты что, не видишь? Нет, ты, похоже, хочешь что-то там выполнить. Ой, извините, чуваки. Сокровище. Вот так и доходит доход на нуля, если иди же без денег. Чего там дыматься? Офигайся. Слышите, а чилку не дают, сколько уже такого было, а не выдают вообще нифига. Офигайся. 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 Ничего не меня. Не знаю, я бы все 6 поменял и 180 золота заработал. Да у меня чай свои хорошие. Не везет. Не везет. Не везет. Не везет. Лешу обошли на повороте. Смогу ли я вернуться теперь в топ или все на этом. Сейчас там выбора уже скоро. Это по-моему единственный, который у нас будет. Без винтов. Это видео традиционно вышло при поддержке 2GIS. Странно, что многие думают, что 2GIS это просто навигатор или карта городов. Нет, там много полезной информации. Например, думаете в какой ресторан отправиться? 2GIS показывает отзывы из Foursquare и Flampo, чтобы вы сделали правильный выбор. Так что рекомендую зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы. За Рэмбо, признайся, на что ты эти 700 золотых несешь. Что ты там будешь покупать? Плюс 13. А он сейчас задание 100 пудов пойдет выполнять. Какой-нибудь так на 10 этих шестеренок или меньше. Вот это успех. Алексей, то что надо. Просто Алексей сейчас потерял как раз голоса, которые требовались для. Ого. То, что нес. Вот то, что нес. Не-не-не, а это как раз платится за голоса, а не за золото. за Рэмбо какой-то тимплей прям против тебя, слышишь? Надо написать репорты на всех. Там скоро кнопочку введут типа дизлайк. Надо будет отметиться. Ну, Халецкий по всем пунктам по-моему летит. Да, и умный, и красивый. Прямо со всех сторон молодец. И скромный. Это вообще топ. Я топ по скромности. А ты вообще время нам будешь записывать там обзоры какие-нибудь? Ну, конечно. Конечно. Нет, тактики. Какие тут тактики могут быть вообще? Ну, и для тактики, конечно, надо поиграть намного дольше. Так вот, вот эту игру, наверное, выложу. Почему нет? Тактики тут единственное, что я подумал насчет стантовых позиций. Потом так посидел, посмотрел и понимаю, что реально они идентичны. Ну да, в принципе. В особых плюсах не находятся. То есть там злоумышленник, он начинает, он тут может двойную прибыль схватить, но тут же скинет. Вы издеваетесь? У тебя было больше всех этих вилочек. Я для себя тут единственное понял, что, во-первых, желательно особо карты не копить. Типа, то есть вот пользоваться теми рядом с теми домиками, с которыми ты находишься. Ничего себе! Вы видели? Нет, я не видел, что произошло. Ну, ты глянь. Ну, на Алексей. У нас тут вообще просто новый какой-то. Да. Это, по-моему, достойно какого-то суда, я не знаю. Какого суда? О, какая каша выглядела? У меня и заюзов. Товарищеского осуждения. Бу-у-уууу. Кто-то сделал два с Заюзу. Ну, кому выпало два. У меня пять, выпало – я и заюзывал. Серьез нельзя больше других картостей, чем Бу-уу. Я, по-моему, ни разу еще не дошел до домиков, которые мне нужны. Мне отправляются в тюрьму поставить. Леша, это компенсация. Пока что, Синестра, ты просто дошел до преисподней и ничего там не сделал, да? Не, ничего. Ты решил обновить, потому что... И карта поменял, и все. Да, да, да. Ну, еще 20 этих золотых отдал Халецкому. Чуть-чуть получил сотню. Рэмбо, мало того, что сидишь, так еще и платишь постоянно всем. Самый богатый. Так, давайте думаться. Телепортироваться на сокровище. Кстати, неплохая штука. Шаманский посох сможем сделать. Проникновенную речь мы пока забьем. Пойдем вот на фабрику, чтобы попытаться механического рабочего сделать. После с фабрики на свалку, чтобы шаманский посох, ну, тайник воспользоваться и шаманским посохом. Вот так. Ну, тут в этой игре все, конечно, это... Я могу предполагать, но как оно будет на самом деле, фиг знает. Я не знаю, кто-то ушел, ну. Хоть я денежкой разжился наконец-то. То, что я пока не лидер для голосования за губернатора, это... Ну, один из ходов за голосование, конечно, тут может появиться... Такая... Ну, кто-нибудь может вытянуть события и голосование. Синестра, всякие нищеброды к тебе настырные пристают, да? А елки-палу... Ну, ты молодец. Вот она. Я тут только рассказываю, что ну не пофиг, что я тут типа потратил голоса, тут выборы еще не скоро, а ты как раз... Чувак, это так не задумано на самом деле, это чисто случайно. А, нет, бля, ничего себе. Да. Ну, извиняйте. Там что, сейчас найдешь там какой-нибудь импичмент или еще что-нибудь? А почему у меня сейчас отнялись голоса, что-то я не понял. А у всех их делятся пополам. Ясно. Так, ну что, в казине собираем? Причем, если не найти им причину, то до конца игре он будет. А, нет, ну там же есть еще там как-то революет. Нет, там перед концом ходов, по-моему, еще раз в другую. Там даже ачивка есть, типа сделать революет после... После выборов тут же. Ну, торговлю краденым можно скинуть. Ну, извиняйте, вот подношение хаоса точно можно скинуть. Потому что вот у меня будет скоро активная карта, механический, рабочий. Пусть я вот подношение хаоса взял, по-моему, раз, два, три, четыре, пять. Можно попробовать сэкорхенд скинуть, у кого-нибудь на пять ходов спереть карту. Ну, на шесть ходов. Все равно, что они спа брать деньги. Ну, ты везучий, а. Поляков, ты же знаешь, что ты можешь брать деньги, которые остальные платят, как налоги? А там дается это, зловредность за них. Ну, это тоже, да. Вишь, какой честный. Так, давайте, подношение хаоса. Комнического рабочего. Ну, вот. У Леши уже шесть. У меня шесть. Но победитель ты все равно будешь. Так, еще девятнадцать ходов осталось. Неизвестно, что будет. Так. Ну, еще две шестеренки на гаджете. Ну, блин. Я, конечно, могу взять, потом еще так вот по кругу пройти, еще раз зайти. Что-то пакости какие-то слабые. Ну, ты подожди. Там сейчас в колоде все такие слабые выпадут. Останутся самые мощные на конец игры. Тогда будет весы. Ну, это если в тюрьму меня посарив, можно, как сказать, сохранить все. Вот на одну клетку ходит. Ну, я сейчас секонд-хендом воспользуюсь. То есть попробую у кого-нибудь вытянуть на пять ходов. Или на шесть. У кого интересно. Кстати, у Есенина можно попросить. Он идет, видите, в астрала. Там обычно очень такие сильные карты. На много ходов. Слушай, Есенин прям все деньги потратил. Вот, чтобы отдать, я смотрю. А, кстати, интересно, зачем мне голосов, мне денег нет. Задание Драгинора там, по-любому. А, маневр что надо отдавать-то? Ничего не надо. Там есть задание, на которое ничего не надо. Два задания. А, да. Это задание Драгинора и задание Оенора. Есенин, ты какой проницательный-то, а? Алексей, а куда у тебя шестеренка делать до этого была? Я ее только что продал. Я получил на это и сразу же продал. Так, деньги нужны? Что что у тебя за карта интересна? Наверное, надо у него все-таки попробовать стырить. Ну, тут, конечно, рандом будет, но... Не хочу попадать в... Не хочу рисковать. Что же, дойти тут? О, я еще вне очереди смогу походить. Отлично. То есть я сделаю сальто-морт... Ну, возьму на перемещение сальто-мортали. Тогда может все-таки тут гаджет тогда воспользоваться? Две... Возьмем и попробовать вот так пройти снова сюда. Или даже вот так, через завод, получить здесь 50 золотых? Да, неплохо. И так у нас три лидера. Правда, злодей я самый страшный, да? Самый бедный? Наверное, все-таки торговлю краденым воспользоваться сначала. А потом уже ходить. И еще раз можно будет сразу походить. Да, торговлю крадеными на две клетки. Пользуемся гаджетом. Потом, в следующем году будет сальто-мортали сюда. И дойдем еще до заводика. Ну, да, две сальто-мортали. Офигеть. Ну, еще 30 золотых. Так, я лидер. У меня 8 шестеренок. Еще и страховка от неприятности есть. Видите, раз, два, три. Тут заплачу. Еще раз сальто-мортали. Раз, два, три. Пользую. Беру 50 золота. И страховка. Раз, два, три, четыре, пять. В том тайник перемещаюсь в шаманы на сокровище и пользуюсь шаманским посоком. Я сейчас использую пять карт следующим ходом. Если бы, конечно, мне ничего никто не сделает. Кстати, интересно, что рамочка победителя у Алексея Полякова до сих пор висит. Видимо, каждый рамочек губернатора. Это там еще, да, губернатор. А, это губернатор. Блин. Я думал, ты победитель так обозначается. Победителем у тебя. Победителем ты обозначаешь там стрелочку вот эту. Да, но если есть одинаковое количество шестеренок... Они, не знаю. Когда у обоих, но там все равно кто-то будет один победитель. Там тоже какие-то эти... Там, по-моему, злодейство считается тоже. Не, Пол, ты у меня две шестеренки застырил? Ого. Это не я, это гильдия. Ну, че ты? Ну что, пять ходов, да? Значит, как я хотел, сальто марталя сначала сюда. Так, заплатил. Еще один ход. Опять сальто марталя. Получаю пять золотых. Не желаю. Теперь пять ходов сюда. Слишком много ходит, вам не кажется? 60 золотых получил круто. Еще пособие для бедных. Серьезный. Ну. Вот это ход, я понимаю. Да, я... Вот это комбо. Пять карт использована. Это ответочка, да? Ну, это слабенькая ответочка, согласись. Еще сообщат монет. Вот это да. Так, и давайте следующий ход подумать. Ну, естественно, тысячу тут не накоплю. Шесть, раз, два, три, четыре, пять. Старый дом, ну, вот лучше плюс двести, конечно, взять. Пять, шесть, пойдем сюда. Начались с поганной неприятности. Ну, хотелось бы, конечно, пять и денежку 60 получить. Но не будешь я тут пять-то... И этот человек говорил, что там злобу прибавляется. Сейчас тоже можно, уж полыгры прошло. Да, в принципе, можно было и тогда, и вначале. А тут бросить кубик. Большая халтурка. В офис мне, конечно, надо заглянуть. Ну, лишний никогда не помешает. Ну, и всего двадцать потерял. Да, ну, значит. Десятеренная зловредность. По восемьдесят потеряли. Например. Люди. Где-то еще двадцать заплачу. Ну, блин, нету тысячи. И кто не даст накопить тысячу тут? Так что пойдем. Ну, в этой игре зловредным быть вообще не выгодно, я смотрю. Да нет, у него своя специфика. Вот такой злой практике. Там тоже много всяких бонусов идет. Здесь выгодно точно выгодно быть губернатором. То есть, ты по минусу ходишь без закона и платят все, кроме тебя, зачастую. Наверное, губернатором нужно быть выгодно не только здесь. Ну, не, мы просто разработчик-то отечественный, мальчишку понимаем. Так, значит, я сейчас мне одну клетку надо... Что у меня тут? Кладоискатель. Еще семьдесят. Блин, мне к четыре... А, так я сейчас накоплю четыреста. Так, давайте тогда раздачу слонов. Используем на раздачу слонов. Тогда сыграем старые дороги. Блин, ну... Слушай, ну тебе мало денег, что ли, я не пойму? Что ты с меня деньги тыришь? Так, тебе у меня уже не хватает четыреста на кладоискателя. О, вот это комбо сейчас было. Двойной ход. Как вы доносите эти комбо? А, нет, а просто повезло, там попалось несколько. Нет, увеличивать. Так, давайте дальше думать. Вот у меня есть наушничество, например. Будет арестован. Вот я смогу. Ну, вот вам и событие, которое... Да, знаете, воспользуемся трюком. Чего-то, покажем. Встанем сюда. Ничего себе взял, так слышишь, Куликова. А потом дойдем и небольшую халтурку сделаем. Да, не хватает у него для кладоискателя. Чуть-чуть. Слушайте, оплотничком так у троих восемь, у двоих шесть. Вот еще не было событий, которые шестеренки отнимают. Слушайте, оплотничком так у троих восемь. Слушайте, оплотничком так у троих восемь, у троих восемь. Только то же самое хотелось сделать лучше. Ну, ты, Алексей, просто же разожрался такой, знаешь, восемьсот баксов у тебя. Ну, нифига, у него злости. Ну, вот правильный злой, должен сидеть в тюрьме. А у вас тут идеальная демократия. Че-то я отвлекся, злодей. Губернатор. Посадили за ногу губернатора. Агрегат смогу. Значит, небольшую халтурку сейчас заглянем, а потом и агрегатом. Название, кстати, так и не лишили. Ну, у нас губернатор зэк, нормально. Народ выбрал. Ну, у нас губернатор зэк, ну, у нас губернатор зэк, ну, у нас губернатор зэк. О, завязочка. Кто-то... Или ты за Рэмбэс хочешь конкретно в тюрьму? У меня ноль. Это же не я. Тут даже вообще вариантов особо. Ну, ты же сам туда пошел. Пошел на секунду. Ты пошел на меня. Кобзу тебя сыграл. Да, да. Ну, ничего, нормально все равно. Нормально. Уже привычно. Не, нормально все равно. О, я сейчас... Давайте еще двоим, да? Давайте всех сюда. А мне даже удачнее. Как раз поближе. Слушай, освободили, ты глянь. Все куплено. Все куплено. Ну, я считаю, это терпеть просто невозможно и не нужно. Что там Алексей задумал? Не ожидал, что выпустят, да? Не ожидал. Астрономии. Семнадцать, снова пульс. Сюда же видят, кто губернатор. Еще раз. Хватит это терпеть. Хватит это за меня. Я вообще хотел Халецкого, но так как Алексей вышел, он все... О, блин, Халецкий тогда выиграет. А Халецкий сейчас еще... Еще двенадцать ходов, блин. У всех девять, восемь, восемь, шесть, шесть, пять. Тут все, на один ход и будет решаться. О, еще один фальшивомонетчик нашелся. Ничего себе. Да, мне бы, конечно... Раз, два, три, четыре, пять. Ну, попробуем, вот, показуха. Видите, вот можно кинуть кубик и пройти сколько выпустил. У тебя там набор этих карточек? Ну, норм. Я, в принципе, мне норм. О, нормальный. Так. Ну, блин, все карты только так могут дать ходить, да? Только на три. Ну, так хорошо, у тебя, видишь, карма была. Да, есть там какие-нибудь ранние выборы какие-нибудь? Представляете, сколько у него при этой зловредности, сколько он взяток платить будет? Ничего, а за что меня опускать? Они за этого не поднимутся. Не надо за себя работать. Все равно он с Синестера станет губернатором. А я так чувствую, что я не доживу с такой позицией, знаешь. Слишком честный. Мне просто в этой игре с аватаром не повезло. Он выглядит прям конкретно, как будто я тут самый... Злодей. Ну... Ну... Ааа... И на предмет, чего ты будешь мне... Как видишь, ничего такого. Да нет, аж для этого сделано. Вот так вот. Получай, Алексей. А, не, слушайте, не отнялось. Я думал, за такую зловредность больше снимать. Чего-то как-то не очень. Сколько больше у меня было? Четыре голоса, все четыре вы взял. А, блин, голоса снимает. Я что-то на голду. Это неправильно, если все против одного играют. Ну, допустим, я не выиграю, но кто-то другой выиграет. Да, ну нет, ну тут он и Халецкого посадили. Как бы нет, такого нету сейчас. Просто у тебя денег дофига, ты можешь... Ну да. Я ничего не могу, последние приходы. Ну, так и я не могу. А ничего, все там будем. Ну, зато у тебя есть деньги, ты выйдешь и сможешь потом что-нибудь купить. Какие-нибудь там... Тут нечего покупать, я вообще не вижу, что бы у меня купить. Эпасность проходит мимо. Войну касаешься на клиент-код с деньгами, то у тебя в двойном размере дается. Минус сто, ну норм, нормально. Хорошо сидишь. Есть на что играть. Есть на что играть. Так, как мне так выйти, чтобы... Конфликт. Обычно в таких ситуациях сто одну монету ставят. Ну, самый крутой, кстати, в тюрьме у нас гора. А сто одну, то понятно. У меня там давно нет. Я же в первую половину игры там сидим. Ну, до мужика там дошел. Почти до блокного. Ну, ты, по-моему, зря как-то 180 золотых потратил откровенно за этот ход. Занимаюсь тем, что в тюремном мусоре копаюсь. Ну, и куда? Сейчас, что там будет. Это будет сейчас. О, ну, конечно. Карта хаоса. Ну, что? Вас новый. Новый лидер. Несколько она стоила? Постоянная карта. Да. То есть, вот, допустим, у тебя есть у Жан-Ба. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Хороший обмен. Офигенный. Осталось треть игры. Вот тут, в принципе, на этот ход у померкового шансы чего-то купить там есть. Вот так вот. Опа. Я что-то пропустил. И что это было? Ну, что? Ну, выгудренный. Король. А-а-а. Ну, нормально. Я так чувствую связь какая-то есть, потому что, как только он новым стал, стал и сразу же вышел. Так что, где все тут чисто на самом деле. Если бы эти деньги Алексею перешли, это было бы хоть понятно, а так. Сейчас еще взятки 41 надо будет платить. Может быть, глупый вопрос задам. Как вот приходишь, если на карту домика несколько карт? Только одну. Или там по-любому одну, да? Не, ну там есть, допустим, в этом. Можете там, что-то давай будем. Да, что-то давай будем. Там вот, я как раз эту комбинацию сыграл. Два трудовых будней, ну еще. Ну, освободили. Отлично. То есть, в принципе, еще с вот этими, с карточками казино можно. У нас прям амнистия, всех зэков выпустили, вон, толкаются, сладят. Халецкий сейчас, он летает, гляньте, как прикольно висит. Куда мне? Крещение, что... Да это у меня так богат. Ну вот, что он не на клетке находится. У всех. Четыре, блин. Ну, блин, печально это. За что? Ты хочешь в тюрьму меня посадить? Да это случайно выпало. Там кубик кидал с у меня на карте. Такой Полякова больше денег. Причем у меня кубик кидался на карте. Я не специально туда шел. Да ладно. Ну, ты даешь. За стол? Если я поставил 274, у меня вообще денег не останется. Мне как взятки платить? Ну, просто осталось 9 ходов вот в этом саде. Да, там был бы шанс на слалку. Деньги в тюрьме тебе не очень помогут. Так, а где он? Ничего такого, как ты видишь. Ну, да. Вот это, кстати, секретная заработка. Она выглядит мощно, но я ее еще ни разу не пытался даже развивать. Так, вот это цена. Она дает сходу сколько? Не, робот, зазы, но денег нету для робота, зазывал. 4, 5. Большую игру используешь. Возьмем ценный приз, потом попробуем еще раз по кругу пройти, робота зазывал использовать. Или вообще идти... Нет. Ну да, можем идти агрегат пробовать. В общем, вариантов уйма. Ну, сначала, наверное, все-таки... Че ты туда сдал, да? Четыре. Конфликт. Кто из них сколько поставит, интересно? У одного 93, у другого 107. Что-то вы задумались там. Да, я отошел. Думаю, у меня еще много времени до моего хода. А тут у меня набросилось. Ты не набросилась, ты встал очень удачно. О, мужик. Леха мужик. И в помойку пошел копаться. Настоящие мужики идут в помойке ковыряться. Все правильно. Это не я пошел, я пошел. Я шестерку отправил, че? Не знаю, нам было написано, что ты копался в помойке. Тоже, шестерок ничего не было. Помойки губернатор копался, вы че? Видишь, там, там рядом. Я мужик, а он губернатор. Шестерка. Так, надо бы денежку какую-то. Давай, 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 давай. Бывший губернатор. А, ну это не денежка какая-то. Нафиг надо? Так. Ну, большая игра, по-моему. Так себе. В данном случае я, конечно, ценным призом воспользуюсь. Потом попробую по кругу пройти, и робота зазывала как-то. Но вообще плюс 100, это будет 343, а мне 350 надо. Так может идти сразу агрегат тогда делать? Не повезло. Да, ребят, вы там плотненько так, тесной мужской компашкой сидите. Надолго, кстати, еще все. А сейчас там по амнистии опять все. Меняла? Думал, катала какую-нибудь. Что ты там меняешь? Что ты там ничего не рассказываешь, Алексей? Что у тебя за карты? Что меняешь? Меняю плохую на очень плохую. Так, вот досматривать будет. Опять не угадал? О, за сделку сделала. Посадили, потому что вот когда досмотр и находят... Все надолго сели. Такие красные. А то в следующем отправиться под суд. Нет, зачем? Ну, че ты... Да я чивку хочу, останьтесь там единственными. Я надком на свободе. О, ничего себе. А ты налог заплатил за этот самый? О, теперь я смогу роботом... Сейчас колецкий выиграет опять. Он тут на свободе ходит по всем домикам. Так я сейчас же мне сказал, что Синестра следующим ходом должен меня посадить. Не, а на самом деле, к сожалению, не уйдет. Не, а на самом деле, к сожалению, не уйдет. Ну, он уж сказал. Тюх, а зачем? Подстава дает выбор всего из двух. Вторая была уменьшение дохода на 10. Да, блин. У всех. Не, а можно было так сделать, чтобы понравилось еще больше и унести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Сейчас я тут все бабки потеряю, блин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Да, блин. Смотрите. Что с тобой ясно? Ведали, что задумал, да? Не успел выйти Ну, ачивку дали зато Какую? Попался Видимо, то, что только вышел и сразу вернулся Блин, все планы поломала У меня-то за что? А не, я там тебе самая минимальная Мне просто пройти надо Там был еще доход минус 10 Я подумал, что это слишком жестоко Ох ты, это было неплохо Пять ходов до конца игры Все, точно валим Халекского Я говорил, я говорил Это, по-моему, все Ну нет, ну я предвидел, что он один бегает по полю А чуваки, это все самовнушение Мы верим в то, что он всех нагнет Хаос какой-нибудь сделает Какой тут хаос можно сделать? Тысяча стоит хаос? А, карты хаоса Ты имеешь в виду минус? Не, я имею в виду что-нибудь в происходное там специальное Хотя все в сбросе лежит Благополучно А вон, кстати, неприятности опять обновились Так что Опять ты копаешься в свалке Я же губернатор Кстати, а что за это интересно это? Голоса не снижают Там только если попадешься, по идее За что? За то, что рвешься в свалке, когда ты губернатор По-моему, стоит ввести вообще просто Даже если с положительным исходом Должна я снимать эту штуку Нет, там если на единичку попадешь, то голоса снимают Ну да, ну а так ты ж минусы не платишь, не платишь А тут еще и можешь вытянуть какой-нибудь мешкан Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok К нам кто-то зашел кажется Если куда зашел? Ну в чат Ну пускай Тебе жалко, что у нас какой-то будет подслушивать, что ли? Не, я о том, что ну человек зашел, а тут такое напряженное сопение Ты можешь попричмокивать немного Будет напряженное причмокивать Еще способы обогнать Халецкого но не могу найти Еще три хода Еще три хода Нет, зачем хотя бы Четыре хотя бы Не устроит и четыре Не устроит Когда у вас было 13-10 в твою пользу, Халецкий все равно был Золото и минус Хочу выйти Стереновый рулет Ты о чем сейчас говоришь Все равно тот у кого больше шестеренок тот и победит Когда закончатся ходы Хмм Все Ладно Ну вот у кого-то 13 шестеренок уже Ну ему еще нужно два хода нас так Проагентировать Не, сейчас идет второй ход То есть собственно говоря у меня только один ход останется Кстати они еще забыли что я когда стану губернатором И я стану сейчас губернатором Видишь один ход до голосования То я получу еще одну шестеренку То есть им еще надо не дать мне Я уже не в силах как-то помешать Ну они как бы не догадываются пока Сейчас будет голосование за губернатора У меня там что-то произошло Покажите карты выбранному оппоненту Кому он покажет Он хочет посмотреть мои карты Ну показывай Гораев показывает Это глаз Гораева Ну что там у него расскажи всем Как-то не очень Не держи в себе Я думал он мне хочет помочь Но нет Не вариант вообще Еще и посадят Или нет Нет Странно А что Алексей хоть пропускает На заводе трое жуть А делать есть Деньги зарабатывают У тебя же денег и так немерено У меня немерено Вот был бы у меня тысяча Я бы вывезел Ребята вы еще забыли что За губернаторство получу Забыли да Тебе помогает Я сижу за решетками Я сижу за решетками Губернатором выбирают Все как в жизни Хода три назад Я мог рискануть Пойти в астрал И получить Тринадцать или четырнадцать Эти шестеренок Но колецко все равно больше Как это у меня больше Тринадцать или четырнадцать шестеренок Сейчас Сейчас У меня мог бы Итого Итого Если бы тебя кто-то снял Я бы выиграл Наверное Ну кстати Минус пять шестеренок У меня Висит Я надеялся пойти Если с тюрьмы Раньше бы Вышел А у меня было Три передать Ну как бы Забрать себе Но У меня не было двух голосов Что это у меня за помощники 50 Что еще на парке будет кто-то? Да можно Можно Теми же условиями Можно только Какой-нибудь перерыв сделать Давайте на минут 20 Ну или 20 Еще одна Еще одна Еще одна Спасибо Блин Такой план был Я на завод такой пришел У меня есть полезнейший аппарат У меня был бы 16 А денег уже нету Все деньги по дороге растерял на взятке Ну у меня остальные лифты висит На 10 Но это все давно бы не спасло Даже Суббарки были Сейчас Что-то с картами вообще не повезло Даже Ничего Разуемся Разуемся Это губернатор Я могу еще Собирать взят Эти Вот Всят Вот Это Все Халецкий Виноват Мне нравится Как вы кричали что надо забрать шестеренки у Халецкого и две шестеренки мне еще привезли на выбор Так Ну что последний год Но выбор это была неприятность А первые выборы Ну давай Ну хоть я теперь не на последнем мастере Ну блин а Все конец Слушай Ну что лайки всем Да я всем поставлю Ну наоборот Алексей Поляков и Зарембо уже с лайками сидят У них надо убрать видимо Спасибо что засорели до конца Я Леша Халецкий тот кто сделал это видео У меня к вам несколько просьб Во первых не забудьте поставить лайк А во вторых поделиться этим видео Раз уж вы засорели до конца Видимо оно вам понравилось Я вам буду благодарен И это поможет распространению моего творчества для более широких масс На этом все Играйте в умные игры Удачи! Удачи! Удачи!